В Приднестровье борются с незаконными валютными операциями. Министр внутренних дел доложил президенту Евгению Шевчуку о некоторых итогах операции «Курс-2016». К валютчикам применяется административное наказание. Активизировать борьбу с незаконными валютными операциями – такую задачу поставил президент. Порядка 200 административных протоколов составлено в отношении лиц, которые занимаются незаконными валютными операциями. Это лишь некоторые итоги операции «Курс-2016». Ее проводят сотрудники правоохранительных органов и ПРБ. Они проверяют обмен на валютные пункты и выявляют факты валютных спекуляций. В отношении 23 человек составлено административные материалы, в отношении тех людей, которые занимаются данным ремеслом, скажем так, в качестве незаконного промысла. Это так называемые валютчики. Сумма штрафных санкций составила порядка 65 тысяч рублей. К административной ответственности привлекаются как граждане, которые осуществляют или предлагают скупку продажу валюты, так и те, кто обменял иностранные денежные средства на теневом валютном рынке. Чтобы активизировать работу в данном направлении, говорит глава МВД, надо совершенствовать нормы действующего законодательства. Сегодня для того, чтобы привлечь к административной ответственности лицо, которое незаконно сбывает, продает иностранную валюту, необходимо, чтобы сумма сделки составила свыше 30 минимальных расчетных уровней заработной платы. Но в эквиваленте на доллары это порядка 49-48 долларов США. Сумма, которая остается ниже этого предела, вот она остается неохваченной, скажем так, административным кодексом республики. Министерство внутренних дел уже подготовлен ряд конкретных законодательных предложений. Сейчас они должны найти поддержку у депутатского корпуса. Президент Евгений Шевчук потребовал активизировать работы по борьбе с незаконными валютными операциями и дал ряд поручений. Александр Логутин и Евгений Свили, Первый Приднестровский телеканал.